Вы, приехав в Казахстан, начали изучение казахского языка, да, насколько я знаю? В фейсбуке пишетесь, как Вадим Виталий Улы, да? Да, началась война, и вы сразу решили ехать? Готовность властей к совершенно неограниченному насилию тоже была, к сожалению, видна довольно давно. Так что убийство было убит депутат, который был помощником 24 февраля. В общем, тем самым утром я уже совершенно точно знал, что жить в России я не собираюсь. Россия экономически выиграла Москву, но глобально проиграла всю Россию. Представление о коллективной ответственности буквально всех русских за то, что произошло, кажется такой картинкой примерно столь же абсурдной, как идея коллективной ответственности евреев за действие Гитлера. То есть, в общем, в России... А евреи-то каким образом за действия Гитлера отвечают? Евреи-то как раз тоже страдающий народ. Страдающий, хорошо. А российская оппозиция не страдающая? Добрый день. С вами Дергачев Инсайт. Сегодня большое спасибо Вадиму Новикову за то, что он согласился с нами поговорить. А Вадим — это человек, который приехал к нам из России, то есть совершил так называемую релокацию. Да, я правильно все сказал, Вадим? Я переехал сюда в марте. Вы переехали в марте. А вы переехали как быстро после начала войны? То есть через какое время? Ну, уже через неделю после известия о начале войны я был в Алматы. Что вас побудило уехать так быстро? Такая совокупность обстоятельств. Ну, наверное, все равно одним словом, конечно, война. Но война была побудительным фактором для того, чтобы сделать то, что по большому счету хотелось сделать давно. То есть вообще политическая ситуация. В России все последние два десятилетия становилось все хуже и хуже. Но война означала, как мне кажется, три больших, быстрых, резких изменения, которые делали переезд более срочным, чем я предполагал до этого. Потому что прежде у меня были какие-то планы более планомерного и более подготовленного переезда. Ну, а в конечном счете все-таки это вышел не переезд, а немножко ближе к бегству. А какие три фактора? Три фактора. Ну, то есть по большому счету происходит у ДНР-ивание России. Я, в общем, довольно много читал о том, как выглядела ДНР все эти восемь лет. Конечно, это было очень такое непривлекательное образование. И после 24 февраля Россия, с моей точки зрения, становится как раз таким ДНРом. Тут можно выделить три измерения. То есть первое, собственно, политическое измерение. То есть, да, Россия была авторитарным государством все эти десятилетия. Последние два года ситуация стала сильно хуже. Но все равно авторитарная политика военного времени, это совершенно не то же самое, что авторитарная политика... В мирное время. Да, в мирное время. То есть, в общем, уровень терпимости к инакомуслию должен был измениться. И, собственно говоря, как вскоре после переезда стало видно, да, действительно, уровень терпимости вырос. Появились драконовские законы, риски посадок на 15 лет за, в общем, неприятные для властей высказывания. Появились высказывания первых лиц против национал-предателей, ну и прочее. Второе измерение — это экономическое. Вот, собственно говоря, экономика ДНР, в общем, переживала все эти годы очень плохие времена. То есть, это экономика, изолированная от системы международного разделения труда, от нормального транспорта, банковского сообщения, от каких-то работ международных сетей, магазинов. И при этом, если для ДНР в какой-то степени удар смягчала Россия, условно говоря, ты не можешь купить хорошую одежду, садишься, едешь в российский Ростов-на-Дону и покупаешь там. Это было доступно. Вот, маловероятно, что для России такую услугу там в полной мере может кто-то оказать. А надо сказать, что вы экономист, правильно? Надо сказать, что я экономист, конечно, на экономическую сторону дела. Я обращаю внимание, и, наверное, экономисты – это как раз люди, которые особенно хорошо понимают, насколько важно для любой страны международная торговля и включенная в систему международного разделения труда. Вообще говоря, вот если так смотреть, какие убеждения бутуют среди экономистов, то, наверное, наиболее разделяемое утверждение, вообще говоря, из всех, касающихся экономической политики – это убеждение в пользе свободной торговли, открытости границы. Это как раз то, чего когда-то лишилась ДНР, и то, что как раз сейчас лишается Россия. Ну и третье измерение, наконец, это измерение военное. То есть Россия превращается в воюющее государство со связанными с этим рисками. То есть, конечно, в России кто-то может ощущать, что война – это вот где-то там, на территорию Украины, но, в общем, нет никаких гарантий, что это будет не так. В общем, в Москве у меня квартира была на Москва-Реке, в непосредственной близости, в прямой видимости Кремля. И если просто представлять какую-то эскалацию действий, какие-то действия, направленные на дезорганизацию российских органов власти, то место, где я живу, думаю, что это, собственно говоря, одна из первых и наиболее разумных мишеней для другой страны. Когда Вы приняли решение уехать, это было одномоментное решение или это было, ну вот, скажем, что-то переполнило там, ну вот да, началась война, и Вы сразу решили ехать или как? Как это происходило? Ну, с одной стороны, решение было созревшее, то есть, как я говорил, то есть отъезд в какой-то временной перспективе для меня был делом очевидным, решенным. То есть, может, не хватало какого-то импульса, побудительного мотива для того, чтобы предпочесть один момент, а не другой. Вот, после 24 февраля, в общем, тем самым утром я уже совершенно точно знал, что там жить в России я не собираюсь. Вот. Оставались... В том числе, в конечном счете, в том числе, конечно, разговоры о возможной военной мобилизации на все это повлияли. В общем, я решил, что я не буду себе отводить несколько месячный срок, то есть, какой бы маленький ни был риск, на кону все равно какая-то жизнь. Возможно, пожизненного, в сущности, заключения там, где жить совершенно не хочется. Вот. И поэтому я выбрал немедленный отъезд. Вы, приехав в Казахстан, вы, в принципе, без прямой необходимости, да, потому что в Казахстане нет прямой необходимости учить казахский язык, да, но вы начали изучение казахского языка, да, насколько я знаю, и плюс вы сейчас в Фейсбуке пишетесь, как Вадим Виталий Улы, да? Да. То есть, это такая дань, скажем, государству, которое, общество, которое вас принимает, или это как что-то другое? То есть, что вот за этим моментом, да? То есть, здесь вот я, скажем так, живя в Казахстане, всю жизнь не знаю казахского языка, и только после января, вообще говоря, у меня какие-то побудительные мотивы после нашего Кантара появились для того, чтобы начать изучать казахский язык. Вы приезжаете, живете здесь, там, сколько сейчас? Четыре месяца, да? И вы практически сразу начинаете изучение казахского языка. Какой мотив у вас? Да, понятно. Ну, тут несколько, несколько вещей, наверное, начать стоит с того, что я, в принципе, люблю учить языки. То есть, это то, что, там, как-то приносит удовольствие, дается, ну, может быть, в чем-то легче, чем, там, чем многим. Вот, поэтому, там, мои друзья, когда узнали, что я учу казахский язык, они говорят, вот, я был уверен, что вот он точно, так сказать, он точно за это возьмется. Вот, но, конечно, дело, так сказать, конечно, дело не только там в том, что, не в том, что нравится. У человека, который, там, только-только переехал в другую страну, есть, в общем, много задач, кроме, назовем так условно, развлечений. Вот, но я, так сказать, я считаю, что язык, в общем, действительно, это дань уважения принимающей стране, это расширение возможностей как-то для контакта, для общения. Вот, для меня это все равно всегда, там всегда было, было важно. И в прямом, в переносном смысле, в переносном смысле говорить с людьми на их, там, на их языке. Вот, и чем в большей мере это удастся, тем лучше, тем лучше буду я чувствовать себя. Вот, ну, и еще где-то рядом, особенно, если смотреть переименование, переименование в Фейсбуке, вот, здесь есть такой двойственный момент, какой-то такой модификации, что ли, идентичности, и вот отрезание все равно прежней жизни, понимаете, это как... Но это же большой стресс, отрезание прежней жизни. Большой, большой, большой стресс, но это и дает некоторую возможность, там, сложно, так сказать, жить как-то, вот, я не знаю, поглядывая назад, вот. Вот, то есть нужно иногда для самого себя как-то более резко, что ли, прочертить решение, вот это было тогда, вот это было теперь. Не хочу тут проводить каких-то буквальных параллелей, но, тем не менее, там, священник, когда, там, принимает, принимает сан, он меняет имя и появляется в каком-то, с каким-то другим именем и образом, вот. Вот, и такое некоторое переименование, в общем, помогает, надо сказать, помогает, и, там, мне самому как-то вот провести черту. То есть я не уверен, что это, я не знаю, я именно так буду всегда подписываться. Вот, но на этом этапе мне тут важно сказать самому себе, что там, что прежней жизни, там, точно, там, точно нет. Вадим, а сколько вам лет? Мне срок, ух ты, надо вычислить, 42, по-моему. 42 года? Да. Вы переехали сюда с семьей, а у вас, ну, наверное, я так предполагаю, была какая-то экономическая подушка, да? Ну, конечно, это влияет. Да, и вы сейчас здесь работаете как экономист, как экономический консультант, то есть вот такого рода работу вы ищете и находите. То есть насколько получается сейчас полноценно работать в Казахстане? Значит, полноценно. То есть, смотрите, в России у меня была хорошая, хорошая, развитая судебная практика, как эксперта-экономиста. Вот, совершенно очевидно, в Казахстане у меня сейчас такой практики нет. Вот, неважно, ты, не знаю, стоматолог, психотерапевт или адвокат, практика создается годами, и мне понадобится, наверное, заметный срок для того, чтобы здесь зарабатывать деньги, похожие на те, что, в общем, мне, так сказать, мне давала моя российская практика. Вот, тем не менее, тем не менее, сейчас работаю. Наверное, единственный такой вот, там, формальный, долгосрочно, более-менее, ну, не то чтобы закрепленный, но оговоренный статус мой здесь, это обозреватель деловой газеты «Курсив», «Колубнист». Ну, здорово, это мой коллег. Да, я договорился писать на близкие мне профессионально-экономические темы, в первую очередь, про вопросы конкуренции, так что время от времени в «Курсиве» будут появляться мои колонки. Вот, но, кроме этого, действительно, я, там, я занимаюсь, как в России, консалтингом по вопросам экономической политики и сотрудничаю с юридическими фирмами, вот, обсуждение разного рода антимонопольных дел, вот, так что я думаю, что, там, в какое-то, в течение, там, в течение, не знаю, там, нескольких лет поле для моей деятельности вырастет. Вы, вот, когда мы с вами немножко общались предварительно, вы сказали, что вы выучили украинский язык. Так. Да, то есть, вот это была реакция на что? То есть, когда вы, вы, живя в России, и с учетом всех тенденций русской политики, да, то есть, ну, не очень, скажем такой, не очень банальный шаг, живя в Москве, живя в России, занимаясь экономическим консультированием, учить, учить украинский. То есть, у вас, вот, это, как у вас получилось? Ну, начать придется, все равно, с того же самого. Я люблю учить языки. Здорово. Здорово. Я люблю учить языки. Украинский язык, мне, в общем, сказать, мне, как-то, там, нравился всегда, оставалось, как и во многом, как и во многом, оставалось, чтобы был какой-то импульс. Для того, чтобы, наконец, это сделать, и импульсом в итоге были, как раз, события, там, 2014 года. Крым. Крым, да. Скать, Крым, собственно говоря, такое, там, изучение, так сказать, изучение языка, ну, там, для меня это все равно было некоторым еще, там, поводом, побуждением, маркером политической позиции, ну, плюс, частью внутреннего решения, внутреннее решение, что, в общем, теперь, когда я выступаю в Украине, собственно говоря, у меня, там, и до и после, после Крыма были выступления, если я выступаю в Украине, то, по общему правилу, я выступаю на, там, украинском языке, вот, собственно. И вам это удавалось? Мне это удавалось, да. Вот. Это то, что хотелось. Хотя, потом, то есть, в общем, я выучил его, в первую очередь, ради, наверное, каких-то политических целей, где-то, отчасти ради деловых целей, но потом оказалось очень любопытно. Вадим, извините, забернусь к первому. Вы выучили, вы говорите, исходя из политических целей. То есть, вы из-за оппозиции в государственной политике России по отношению к Украине стали учить украинский язык. Я правильно понимаю? Понятно. Ну, так, собственно говоря, удивительно, что вы действительно уехали только после 24 февраля, а не раньше, с таким, в общем, ну, нормальным оппозиционным настроем. Ну, понимаете, на самом деле, удивительно, наверное, что я не уехал еще 20 лет назад. То есть, в общем, оппозиционный настрой был всегда. Вообще говоря, например, у меня одной из моих первых карьеров была карьера политическая. Я был активистом Гайдаровского демократического обора России, СПС, оппозиционной либеральной России. В частности, собственно говоря, в 2002 году был убит, это было политическое, как мне очевидно, убийство, был убит депутат, у которого я был помощником. То есть, куда дело клонилось, и, в общем, мне было ясно. Мне было ясно очень-очень давно, и, в общем, эта готовность властей к совершенно неограниченному насилию тоже была, к сожалению, видна довольно давно. Так что определенные, так сказать, определенные мотивы для отъезда существовали всегда. Вот каково это все-таки в одночасье, там, в течение недели собраться и уехать в страну, в которую ты не знаешь, то есть, ну, в принципе, вы же не были в Казахстане до того, да? То есть, у вас были только какие-то теоретические соображения переезда. А вот это же все равно, я очень хорошо понимаю вот людей, которые откладывают свой отъезд годами, несмотря на то, что, казалось бы, все очевидно и уезжать надо, да? А вот, потому что, ну, это же, вообще говоря, очень сложно, это же полная смена твоего образа жизни, да, в конце концов, это любовь к тем улицам, по которым ты ходишь, к домам, в которых ты живешь, да, в каким-то, я не знаю, местам любимым, в твоем любимом городе. То есть, и все это ты в одночасье просто вынужден потерять, да? То есть, вам, насколько это вам и, ну, может быть, вашей семье, насколько тяжело это далось? Ну, тут есть, тут есть тяжелые моменты, но я бы сказал, что тяжесть приходит, наверное, скорее, ну, скорее не сразу и после. То есть, так или иначе, так или иначе, ну, ситуация, в которой я, ну, и многие, таким я разговаривал, оказались, эта ситуация, в общем, какой-то такой утраты, не только, неважно, там, у кого-то утрачена, там, страна, в любом случае, очень у многих людей, и у меня тоже, да, утрачен прежний образ жизни, там, прежняя жизнь, прежние планы и так далее, вот. Дальше, как в любой утрате, как, вот, там, нет, ты готовишь какие-то похороны, да, ты занят делами, там, договариваешься, вот тут, я не знаю, вот тут венок, вот памятник и так далее. В общем, пока ты поглощен делами, вообще говоря, утрата, казалось бы, не так уж и видна, вот, ты, там, ты в этом деле. Вот, но потом действительно становится, становится грустно, вот, мне может быть даже грустно вдвойне, потому что это, ну, это не просто, как бы, отъезд, вот, это не просто отъезд, где ты что-то теряешь, ну, по крайней мере, в своем случае, я вижу, так сказать, я вижу еще, как бы, два очень таких осложняющих, как бы, фактора, которые, там, тягостные, очень и очень неприятные. То есть, первое, что я, в общем, предполагаю, что, там, я, не знаю, ни в какой обозривый срок не прилечу в Москве, там, не смогу туда прилететь, чтобы выпить с друзьями чашку кофе, вот, то есть, как мне видится, там, риски, такие политические риски, связанные с этим приездом, для меня неприемлемые. Ну, то есть, я бы не сказал, что, там, режим косят, там, всех, чисто статистически, в процентах, это риск очень маленький, но, с другой стороны, на кону, все-таки, жизнь. Проверять не хочется. Проверять, да, проверять, проверять совершенно не хочется, то есть, мне ничуть, то есть, как бы, не больше нравится, там, провести время, я не знаю, в тюрьме в России, чем в какой-нибудь тюрьме в Таиланде. И то, и другое, в общем, государство, где даже помимо заключения такового, тюрьмы, в общем, погуляют очень-очень неприятно. Одно дело уехать, другое дело такая картинка, которая постепенно рисуется, что может быть, да, ты вообще никогда не увидишь там ни свою прежнюю квартиру, ну, там разве что на фотографиях, вот, не увидишь ни картину, ни улиц, ни друзей, вот. Вот, друзья, кстати, отдельная сложность, потому что, отдельная сложность друзья, потому что, на самом деле, где бы ты теперь ни жил, встретиться будет очень-очень сложно, будь ты в Алматы, в Твилиси, в Москве, просто вмиг все рассыпались, вмиг все, так сказать, вмиг все разлетелись, теперь попробуй с Эмидией. То есть, я пытался для себя найти какой-то такой добрый, не пугающий образ того, что произошло, но мне нарисовалась картинка, ну, что это, видимо, что-то вроде такого последнего звонка выпуска, вот, была Россия, вот, у России появились выпускники, и они дальше, понятно, куда-то разъехались, каждый нашел себе место, там, нашел какой-то свой город, кто-то там, кто-то кем-то стал, кто-то тоже раздает интервью на каком-то новом, так сказать, новом языке, смотреть, смотреть за этим любопытно, вот, но ясно, что там, в том кругу, вот, за той самой партой ты уже никогда со всеми этими людьми не сядешь, где бы, где бы ты, на самом деле, не жил, и, в общем, то же самое было бы, если бы я остался, если бы я остался в России, вот, вот, ну, еще одна такая потеря, которая, так сказать, которая очень ощутима, потеря не связана непосредственно с переездом, но связана со всеми этими обстоятельствами, да, я ощущаю, что там, кроме Москвы и России, да, я, в общем, для себя, видимо, потерял, там, потерял Украину, то есть страна, с которой там я связан, у меня там есть, есть корни, есть, в общем, громадное количество, там, громадное количество друзей, с которой со страной у меня было связано довольно много планов, но, в общем, я не уверен, опять же, что в какой-то, в какой-то обозримом перспективе будут условия для того, чтобы я вообще смог туда, там, приехать, появиться с моим, ну, на данный момент русским паспортом. Ну, да, потому что русский паспорт сейчас, российский паспорт, это, конечно, такая история весьма тяжелая, потому что, ну, вот, объективно, мы недавно сидели, разговаривали, примерно, знаете, о чем? О том, что, ну, вот, есть какая-то у людей жизнь, да, то есть, там, люди сидят в кафе, люди, там, общаются, ходят в кино, у них, там, западная архитектура модерного типа, да, и приходят люди, военные люди с российскими паспортами, и вся эта жизнь рушится, да, потому что происходят грабежи, убийства, насилие, стрельба по велосипедистам, и вот, когда это все, скажем так, переносишь на свою жизнь, то ты понимаешь, что, ну, здесь ничего, кроме ненависти, быть просто не может, потому что, ну, а как люди могут на это реагировать? И вот то, что это распространяется сейчас на всех людей с российскими паспортами, и то, что это распространяется даже больше на людей, так или иначе, относящих себя к русским, это отдельная большая беда вот этой войны, это правда, но с другой стороны, вот в какой мере вы можете или не можете принимать вот эту так называемую коллективную ответственность, вот она для вас существует или нет? Ну, на этом, наверное, ближе, так сказать, ближе к нету. Мне ответственность видится все равно вещью довольно персональной, то есть ответственность людей там за какие-то конкретные поступки, за то, в чем конкретно человек участвовал. До какой-то степени мне вот это представление о коллективной ответственности буквально всех русских за то, что произошло, кажется, в общем, такой картинкой примерно столь же абсурдной, как идея коллективной ответственности, скажем, не знаю, тогда евреев, за действие Гитлера, то есть, в общем, в России... А евреи-то каким образом за действие Гитлера отвечают? Евреи-то как раз тоже страдающий народ. Ну, страдающий, хорошо, а российская оппозиция не страдающая? Нет, я к тому, что скорее немцев за действие Гитлера... Нет, почему я сейчас говорю про евреев, потому что, как мне видится и в России, все равно существуют люди существенно разных, там существенно разных ценностей, находящиеся в существенно разном положении, то есть в России всегда существовало большое количество людей... А, я понял, вы имеете в виду... Большое количество людей, которые не разделяли действия Путина, которые выходили... То есть русская оппозиция как новые евреи, да, то есть такая метафора? Я думаю, ну, в общем, да. Отчасти. По большому счету я бы просто про Россию говорил, как про страну, где в том или ином смысле все равно существует два народа. Да. Два народа с разной культурой, очень плохо принимающие по факту друг друга это разделение. В общем, чем дальше, тем больше шло. То есть, в общем говоря, нынешняя путинская риторика про национал-предателей, она, собственно говоря, и подразумевает, что есть русские, которые только называются русскими, а на самом деле это кто-то, там это кто-то еще. Вот. То есть, там в его концепции, там русский, это не только тот, у кого соответствующий язык, соответствующая культура, но и тот, кто там разделяет те ценности, которые несет Кремль. Вот. И на протяжении существенного времени, существенного времени, можно сказать, вот такой один народ, там правящий или примкнувший, вели такую, я не знаю, как это правильно характеризовать, наверное, в строгом смысле слова, это не гражданская война, но такой, как бы существовал, конечно, сильный гражданский конфликт внутри России. Там, в ходе этого, в ходе этого гражданского конфликта, в общем, культура вот этого второго народа уничтожалась, уничтожались организации, не только политические, которые этот народ поддерживал, уничтожались газеты, которые там он читал, вот, там наклеивались какие-то условные желтые звезды иностранных агентов, продолжают наклеиваться, лидеры, там лидеры, как мой депутат, там расстреливались, как Навальный, там пытались отравить, то есть, в общем-то говоря, так сказать, в общем-то говоря, связь между этими народами, ну, не очень, так сказать, не очень-то большая. Вот. То есть, всегда был российский народ, который страдал. Более того, я бы сказал так, что, если смотреть на вообще происходящее, так сказать, на происходящую ситуацию глазами, там, Путина, вот, смотреть, смотреть на все это глазами Кремля, то, в общем, я бы сказал бы, что и с путинской точки зрения мы имеем дело в сущности, в сущности с гражданской войной. То есть, для него, для него, там, в том же Харькове живут русские люди, он не признает, что это, там, люди какой-то другой национальности. Да эти люди сами тоже нередко русскими себя и считают. Вот, процент русских там довольно, довольно значим. Вот. И мы видим, так сказать, мы видим просто, на что готов Путин в тех случаях, когда русские оказываются какими-то, ну, назовем, неправильными. Вот. В Харькове против таких русских, неважно русских, с их собственной точки зрения или с путинской точки зрения, не всегда совпадает. Вот он применяет неограниченное насилие, потому что считает это возможным, и потому что считает это, ну, подходящим средством. На территории, так сказать, на территории, там, собственного государства Путин справляется вещами меньшими, вот, но тем, так сказать, меньшими, там, полицейскими, полицейскими операциями, спецоперательствами, точными убийствами. На территории России всего этого хватает. Но в некоторой, так сказать, некоторой перспективе просто судьба, там, судьба западно-мыслящих, там, русскоязычных и украиноязычных, ну, к сожалению, там, к сожалению, одна. Вот. То, что, на мой взгляд, зачастую, там, зачастую упускается, упускается критиками россиян в целом, это как раз то, что не видится, что внутри России существует, там, существует гонимое меньшинство, которое, в общем, точно не является частью той машины, там, подавления, которая к ним пришла, а скорее, там, страдают, там, наряду с ними, я не говорю в равной степени, вот, но, тем не менее, при этом не пользуются, то есть у оппозиционно настроенных русских, к сожалению, нету вооруженных сил Украины, которые могут защитить украинцев. Вы экономист. Мне, вот, одна из публикаций, которые вы делились, да, она мне показалась очень глубокой, ну, как я ее понял, что в какой-то момент Россия выиграла, экономически выиграла Москву, но, как бы, глобально проиграла всю Россию, да, то есть, ну, там, очень упрощаю, но смысл публикации был в том, что недооценивается, скажем, расцвет вот этой самой Собянинской, там, или как ее угодно называть, Москвы последних лет, когда, действительно, Москва стала одним из лучших городов мира по удобству, по сервису, по насыщенности, по качеству жизни, вот, и в то же время, скажем, ну, то есть, если проще, да, там было именно так, что недооценивается значение, вот, экономическое значение выигрыша Москвы, как города, и переоценивается, вообще говоря, вот, на период довоенный, влияние и состояние российской экономики в целом. Вот так вы сейчас так же думаете, то есть, все, что происходило вот с Москвой, да, как с таким вот, просто, ну, действительно, каким-то, ну, просто замечательным городом на момент, вот, несмотря на все, скажем так, оставляя за скобки, за скобками все репрессии, вот, то есть, вот эта ситуация, она, ну, понятно, что она сейчас потеряна, да, но она потеряна навсегда или нет? Ну, мне кажется, что в истории вообще не бывает, не бывает таких картин, что навсегда, или там навсегда с определенным, там, с какой-то определенностью, то есть, вот, но, то есть, мы сейчас не можем, там, не можем сказать, что, вот, Москва никогда не будет, там даже пройдут, я не знаю, десятилетия или столетия, и Москва никогда не станет разве твоим ведущим городом, вот, про это говорить рано, вот, но то, что такие истории случаются, это совершенно точно, я как экономист принадлежу к такой, к австрийской школе экономики, вот, ну, речь сейчас не про нее, наверное, а потому что, а скорее про то, что, как экономист австрийской школы экономики, вот, мне приходилось интересоваться историей Вены, там, рассвета разного рода наук, искусств, там, довоенной Австро-Венгрии, там, перед Первой мировой войной, даже, так сказать, даже в преддверии Второй мировой войны, и вот, что мы, так сказать, что мы видим, вот, что прошли войны, и вот это навсегда, как ни странно, реализовалось, ну, по крайней мере, на горизонте, довольно большого количества, большого количества десятилетий, того, там, того места, где, там, где были самые блистательные экономисты, экономисты Европы, где, там, был блистательный Венгенштейн, или, там, Фрейд, там, не существовало, и Вена не смогла вернуть тот самый статус, которым он обладал, обладал до войны, то есть, к сожалению, вещи, ну, по крайней мере, со значительной степенью необратимости, необратимости бывают, вот, и, ну, Москва, да, это, без сомнения, ну, как бы для меня, это одно из, такой, из мест, за которые, там, за которые грустно, вот, наверное, у меня, как раз московского патриотизма всегда было, всегда было, такое, довольно много, и, и, Москва была сильно далеко не в последнюю очередь, как, это не просто, там, богатый город, и не просто город, как правильно критики говорят, в который перераспределялись многие богатства России, но это, Москва была сильно, как город глобальный, с фантастическим количеством авиарейсов в любом направлении, вот, это прежняя, прежняя роль Москвы, очевидно, так сказать, очевидно исчезает, вот, если раньше в Москве могли существовать какие-то региональные офисы, откуда, там, компании или фонды управляли, там, с своей деятельностью на больших территориях, включая не только Россию, а вот, там, и Центральную Азию, а может быть, и Кавказ, и даже после 2014 года иногда даже Украина управлялась из московского офиса, то, в общем, теперь, конечно, такое очень, очень маловероятно. Будут новые центры, будут новые центры активности, и, в общем, кстати, не думаю, что одним из мест, куда эта активность будет перетекать, это будет, там, Казахстан. Да, вот, очень интересное, опять же, было замечание о том, что, если в Алматы количество регистраций российского бизнеса исчислялось десятками, да, там, в феврале, там, в месяц, это уже в марте, по-моему, в апреле, да, то есть, по диаграмме, вот, у вас было приведено, а регистрация российских компаний в Алматы уже сразу исчислялась сотнями, да, то есть, очень резкий всплеск. Вот, у нас принято к этому относиться несколько настороженно, несколько, так, с опаской, да, то есть, вот, к вот этим релокациям русского бизнеса в Казахстан, но, вот, в целом, с точки зрения экономики, да, то есть, ну, мне кажется, очевидно, что это все-таки плюс, а не угроза, то есть, как вы это можете характеризовать? Ну, тут есть два элемента, то есть, первое, один взгляд мы можем, то есть, тут есть и плюсы, и, наверное, есть некоторая, действительно, угроза. Плюсы такие же, как вообще у любых, там, у любых иностранных инвестиций, то есть, просто вот мы на время можем отложить русский бизнес, нерусский бизнес, значит, есть какой-то просто бизнес, то есть, люди там, с какими-то умениями, капиталами приходят в страну, даже, опять же, неважно, в какую. Ну, в учебниках, да, но в учебниках экономить это уравнение, там, в Иксе, Играх, да, что вот, если, там, если приходят, там, приходят капиталы в страну, это хорошо вот и на место там x и y можно подставлять все что хочешь вот то есть плюс есть и очевидно кстати что как раз власти казахстана на протяжении всех вот этих десятилетий независимости очень очень многое делали для того чтобы иностранные инвестиции в казахстан приходили вот я изучал этот вопрос вообще говоря у казахстана уровень прямых иностранных инвестиций на душу населения самый большой вот на постсоветской территории но если вычесть такие страны с нынешние там вроде прибалтики страны прибалтики причем этот уровень в разы выше в россии то есть в общем там можно сказать как раз кредо казахстана заботятся о том чтобы иностранные инвестиции в страну приходили это сейчас сбывается вот есть вторая страна дела которая сказать которая действительно может вызывать там вызывать справедливые справедливые опасения то есть эта связь русского бизнеса и нынешнего политического контекста более конкретно более конкретно санкций то есть здесь есть какая-то проблем проблемная задача которая требует от властей казахстана маневрирования как сделать так чтобы получить там людей там людей и деньги но не получить там не получить проблемы не получить упреки со стороны там стран но я бы не сказал что правильно говорить запада потому что в общем это страны находящиеся далеко там далеко не только непосредственно непосредственно на западе вот то есть мне кажется в этом собственно говоря есть где есть ответ то есть нужно пытаться пользоваться пользоваться там хорошим но тем ни менее не навлекая на страну не навлекая на траву проблемой то что понятно что если бы там если бы казахстан попал вдруг и я не вижу честно говоря что чтобы так происходило чтобы Риски были сейчас велики, но если бы Казахстан вдруг попал под западные санкции, конечно, это бы обнуляло результаты усилий одного-двух поколений казахстанцев, которые много делают для того, чтобы в стране был довольно хороший инвестиционный климат. Как вы сейчас живете с казахской бюрократией? Приходится ли вам как человеку, который приехал, с ней сталкиваться? С какими вопросами вы текущими сталкиваетесь? По поводу бюрократии у меня, в общем, получаются такие впечатления. У меня три наблюдения. Первое, бюрократия хорошо организованная и не обременительная. Процедуры в целом недолгие, несложные, очень многое действительно электронизировано и работает довольно хорошо. При этом, и это второе наблюдение, то есть во всем этом есть, как мне видится, избыточные процедуры. Например, я для оформления разных документов получал, например, медицинские справки. Медицинские справки зачастую выдаются совершенно формально. Вот приходишь к доктору, он спрашивает, как дела, ни на что не жалуешься. Говоришь, не жалуюсь. Ладно, вот тебе печать идет. То есть я даже не говорю там про какую-то покупку в интернете. Просто формально. Не-не-не, ты просто приходишь к психиатру, осмотр психиатра, осмотр еще кого-то. Приходишь, тебя спросили, вот, ну то есть мне сложно, так сказать, мне сложно представить, какую такую реальную функцию все это несет. То есть там эта формальность и ровно так к ней, собственно говоря, и все, и сами врачи и относятся. Психиатр точно не старался выяснить, там, я не знаю, не являюсь ли я там шизофреником или чем-нибудь еще, чем-нибудь еще плохим. Вот, там, третье, так сказать, и наблюдение, наблюдение третье. То есть мне кажется, что вот то, что в бюрократии бывает, это какой-то такой, что ли, разнобой в понимании актов, в инструкции. Там с одним поговоришь одно, другой человек говорит другое. Так что я для себя выработал простое правило, надо, в общем, просто всегда ориентироваться на мнениях конкретного постового, с которым, с которым имеешь дело. Вот, но, наверное, в идеале это должно работать как-то еще. Но, тем не менее, если брать опыт в целом, и второе, и третье не мешают первому. В общем, так говоря, там процедуры выполняются с легкостью. То есть я бы не сказал, что тут какие-то очень-очень сложные, очень сложная бюрократия, что с ней как-то сложно справиться. Это бывает слегка трудоемко, но, в общем, не более того. Хочу спросить, вот знаете ли вы про это, участвуете ли в этом. Есть российско-украинские группы, да, то есть и есть какая-то общая платформа солидарности для людей, которые здесь оказались. Из России, из Украины, вот они общаются в ФБ-группах, есть какие-то WhatsApp-чаты, да. То есть вот про это что-то вы можете рассказать? Много что можно рассказать, но я, естественно, участвую в этих группах, повал и в каких-то онлайновых и оффлайновых мероприятиях. Тем более, что для меня кое-что дополнительно располагает, то есть у меня есть, то есть я россиянин, но, тем не менее, у меня есть помимо разного другого украинское происхождение и украинский язык. Плюс, наверное, можно добавить, что здесь, в общем, вот такие группы выхотцев, эмигрантцев, как мне видится, живут скорее, в общем, там дружно. То есть те украинцы, которые находятся, так сказать, находятся там в Алматы, в общем и целом, видимо, представляют, какого рода россияне, там россияне переехали сюда, вот. И это, в общем, скорее почва для хорошего общения, чем, то есть, так сказать, паспорт здесь не является препятствием. Какие-то совместные дела делаются или это больше группы общения, может быть, консультации взаимных? Для чего эти группы? Я, в общем, не могу отвечать, не могу отвечать за всю активность и все группы, все равно, в первую очередь, в первую очередь, это, в первую очередь, как мне видится, все равно это какое-то общение, решение вопросов, которые у переехавших в любом случае похоже. Не так важно, откуда ты переехал, может быть, даже не так важно, может быть, ты переехал даже из другого города Казахстана сюда, но все равно, будучи переселенцем, ты сталкиваешься там с какого-то рода проблемами. Но, как я понимаю, существует и какая-то координация усилий, совместная деятельность, там, не знаю, по сбору средств для украинских беженцев, для помощи. Гуманитарная помощь, да. Гуманитарная помощь.